Всем привет, давайте собираться вместе. Ко мне приехал мой двоюродный брат из Украины со своей девушкой. Мы в скором времени отправляемся на ужин, поэтому мне надо накраситься. Я решила включить камеру, будем пробовать какие-то новинки, также буду пользоваться тем, что я уже хорошо знаю. И надеюсь, что у нас получится также пообщаться на какие-то жизненные темы, и вы узнаете меня чуть лучше. Я уже нанесла свой уход после последней поездки четырех перелетов. Ну как бы сама виновата, но моя кожа на меня очень сильно обиделась, она обезвоженная, пересохшая и была очень проблемной. Я сейчас не преувеличиваю, на моем лице было около 15 непонятных больших воспалений, и в моем случае лучше всего, эффективнее всего работает Эфаклар Дуо от Ларош Позе. Я наношу его локально на хорошо увлажненную кожу. И недавно я также показывала вам вот такую сыворотку, точнее я показывала пустую бутылочку, я обновила эту сыворотку от Ларош Позе. Из линейки Гиалу-Б5. Эта сыворотка, в принципе, вся линейка основывается на двух видах гиалуроновой кислоты и витамине В5. Гиалуроновая кислота очень хорошо увлажняет, насыщает нашу кожу, а витамин В5 успокаивает, восстанавливает. Я даже сразу не заметила, а здесь есть вот этот новомодный восстанавливающий, заживляющий компонент, который называется Мадекасосит. Я наконец-то научилась произносить его название с первого раза. И сейчас в этой линейке, которая очень хорошо подходит обезвоженная сухой кожа, кожа, которая нуждается в дополнительном хорошем качественном увлажнении или в принципе увлажнении, у них сейчас появился крем под глаза. И это единственное средство, которым я пользуюсь на данный момент. Он тоже идет с двумя видами гиалуроновой кислоты и витамином В5. Он имеет такую плотненькую текстуру, но несмотря на это он хорошо и быстро распределяется, быстренько впитывается, не оставляет никакой жирной пленки, зато он моментально смягчает кожу, увлажняет, как бы напитывает ее. Все вот эти сухие морщинки сразу разглаживаются, взгляд становится таким более свежим, отдохнувшим, кожа эластичная. И вот эта линейка также содержит термальную воду La Roche-Posay, которая дополнительно успокаивает и все средства хорошо подходят для чувствительной кожи. У меня сейчас очень реактивная кожа, как только я к ней прикасаюсь, она тут же краснеет. Даже если я, к примеру, пользуюсь мягким бьюти-блендером, когда наношу макияж, ну вы сейчас сами все увидите. Воспользуюсь Everline, он у меня уже заканчивается, и я купила новую бутылочку. Я считаю, что это лучшее тональное средство этого года. Я не очень люблю такое нанесение, ну а что делать? Тон классный, поэтому приходится терпеть. Вы знаете, я блогер, но я же не актриса, наверное, поэтому в большинстве случаев вы видите, когда я чем-то взволнована, когда я переживаю. Не всегда. Иногда я просто спокойна, а вам кажется, что в жизни что-то пошло не так. Хочется рассказать вам то, что мы пережили в прошлом году. Нет никакой драмы, но, возможно, вы так же, как я, переехали в Польшу, а сейчас здесь находится очень много украинцев. Я думаю, что может быть актуально. А если нет, то надеюсь, что вам будет интересно. Когда я была беременна вторым малышом, мне было положено уже получить постоянный вид на жительство. Причем не на основании того, что я замужем, а как бы на основании того, что я давно уже здесь нахожусь, и, ну, можно было оформлять. Так как я была с одним ребенком и в положении, и зима, мне просто-напросто не хотелось идти туда, стоять в очередях, и это все лень. По-другому я никак не могу это назвать. И так как у меня еще года три был действительно временный вид на жительство, я подумала, ну, зачем мне напрягаться, и вообще отпустила этот момент. Потом, через три года, когда мы собрались покупать дом, оказалось, что с моими документами я не могу стать хозяйкой. То есть мой муж должен купить дом без меня. Мы с моим мужем уже вместе 10 лет, но на тот момент мы были женаты то ли 4 года, то ли 5 лет. И как бы когда в отношениях есть доверие, все стабильно и нормально, и тут вдруг тебе говорят, что вам нужно сделать раздел имущества. И, ну, у нас так было, что мне нужно было отказаться от всех наших совместных сбережений, и чтобы муж, грубо говоря, без меня вложил все это в недвижимость. И я бы не имела никаких прав к дому. И я всегда думаю о том, что у меня есть двое детей, но знаете, как это в жизни бывает? Все хорошо, все прекрасно, и даже самые стабильные пары разводятся. И, ну, не знаю, когда мне сказали об этом, у меня были разные мысли, но мы согласились. И, по сути дела, год тому назад, чуть больше, мы подписали брачный контракт. То есть у нас случился финансовый развод на 2 месяца. Но тогда, когда, так, консилер, растушевываем консилер, но тогда, когда я вышла от нотариуса, я была в таком шоке, как будто меня чего-то лишили, как будто что-то пошло не по плану. А вообще-то так и получилось, потому что мы понятия не имели о том, что мой временный вид на жительство может привести ко всему вот этому. Если у вас есть хоть малейшие сомнения по поводу вашего партнера, вашего мужа, то никогда не решайтесь на такой шаг. Потому что, ну, есть масса примеров девушек, женщин, которые остались ни с чем. Теоретически, после того, как мы подписали документы, каждый был сам по себе. То есть я заработала, скажем, 10 долларов, это мои деньги, он заработал 20, и ты не имеешь никакого отношения к моему заработку. Ну, на деле все было, как обычно, нормально. Но где-то у меня появился такой страх, что мне теперь самой придется все делать. И почему у меня так было? Это, наверное, какое-то влияние на подсознание, ну, не знаю. В общем, муж сам купил дом, и я в это время оформляла документы, я говорила, рассказывала вам о том, что у меня это все продолжалось очень долго, потому что очень много людей из Украины сейчас приехало, каждый старается получить такие документы. И вот единственное, о чем я думала, что какая же я балда, какая же я лентяйка, что я не занималась всеми этими вопросами 3 года тому назад, без очередей, без какого-то ненужного стресса и всего остального, что вылилась вот этот финансовый развод, скажем так. Спустя 2 месяца после того, как мы, ну, муж сам, получается, взял кредит и купил дом без меня, которому я не имела прав, и спустя какое-то время можно опять-таки пойти к нотариусу, что мы, собственно говоря, и сделали, возобновили наш финансовый бюджет, и муж дописал меня к кредиту, к нашему дому и ко всему остальному. Но за то время, как вот это вот все происходило, у меня пропала не одна сотня нервных клеток, хотя муж мне не давал ни малейшего повода сомневаться в том, что мы делаем правильно, что все будет нормально, и я верила в то, что все устаканится. Но вот говорят, штамп не важен, еще что-то там не важно до поры до времени. Я никогда не хотела получить польское гражданство, и мне и с украинским нормально, и вот сейчас я имею постоянный вид на жительство. Это единственная проблема, которая меня как-то ограничивает, это виза в Великобританию и виза в США. Ну то есть мне не так просто получить это все, мне нужно ехать в Варшаву, то есть подавать документы, потом ехать в Варшаву на собеседование, потом еще раз ехать в Варшаву, забирать документы, но это все мелочи. И если вы так же, как я, переехали в другую страну, то, скорее всего, вы тоже задавались вопросом того, что можно отказаться от своего гражданства, или там никому не признаваться и иметь два, я большой трус. Я не собираюсь так делать, и так как у меня все-таки наследство в Украине, мы консультировались с нотариусом в Украине, и мне сказали, что лучше этого не делать, но в принципе я к этому никогда не стремилась, точно так же, как к тому, чтобы уехать куда-то за границу. Теперь следующее. Вас интересует переезд в Польшу? Так как я живу здесь более 9 лет, за это время многое изменилось, и вообще мой пример, ну, наверное, самый такой простой, потому что мой муж поляк, и в принципе, даже если мы не расписывались, мы с этим делом не спешили, я никогда на этом не настаивала, но просто когда тебе 21, и ты переезжаешь к человеку, ему на тот момент было 30 лет, и у него была стабильная работа, у него был свой угол, поэтому я даже не хочу снимать видео на эту тему, как просто переехать в Польшу, но потому что у меня вот так. И, конечно же, если вы сами по себе переезжаете в другую страну, то вам будет сложнее. Я никого не подговариваю там заключать фиктивные браки или еще что-то в этом плане, просто моя судьба сложилась таким образом, и меня иногда спрашивают, не боюсь ли я, не хотела бы ли я вернуться в Украину. Если этого потребуют обстоятельства, то я, конечно же, вернусь. Слава Богу, у меня есть куда возвращаться, у меня там много близких людей, вся моя семья, потому что я здесь до сих пор одна, и нет, моя мама и мой брат тоже не собираются переезжать сюда, в Польшу. Я уже сказала несколько слов о том, что сейчас я встречаю все больше и больше людей из Украины, также из Беларуси, и на самом деле это очень классно. Некоторые поляки, скажу вам по секрету, возмущаются, что понаехали тут. И по поводу понаехали, мне есть что сказать, я говорю конкретно о себе. Просто впервые столкнулась с дискриминацией где-то полгода тому назад. Конечно же, не все поляки так реагируют, но те, кто возмущаются, наверняка забыли о том, что они, собственно говоря, когда-то тоже ездили и продолжают ездить в ту же Англию, Германию на заработки, потому что та работа, которую они выполняют здесь, гораздо лучше оплачивается в других странах на Западе. Так что вот эти возмущения меня просто как-то веселят, и если появляется какая-то дискуссия на эту тему, то я всегда вставлю своих 5 копеек, так как лично мне это не совсем приятно слышать. Теперь вообще прикол. Что-то, что приключилось со мной полгода тому назад, и это вообще неприятно. Значит, я приехала в торговый центр, как обычно, взяла билет для того, чтобы оплатить парковку, и сразу же заметила, что на вот этой ленте, которую приклеивает автомат, ну, возможно, вы не совсем понимаете, о чем я говорю, такая черная ленточка, на ней был пузырь. То есть автомат неправильно приклеил вот эту чертовую ленту. И я купила то, что мне надо было, хотела оплатить парковку, и автомат отказался принимать этот билет. И мне сказали, что мне надо пойти в какой-то там офис парковки и заплатить штраф. Я прихожу и говорю, что я не буду платить штраф только потому, что этот автомат распечатал вот таким образом билет. И в ответ я услышала вот что. Едь обратно в свою Украину, может, там лучше автоматы. Я не знала, то ли я провалюсь под землю, то ли я закопаю эту женщину. И я вообще-то как бы не скандалистка, но если я вижу какую-то несправедливость или еще что-то в этом духе, то я, конечно, могу выступать до последнего и воевать за правду. На что я и ответила, что это очень некрасиво, что это дискриминация чистой воды. Если вы думаете, что она так просто передо мной извинилась, нет. Я потребовала, чтобы позвали ее начальника, что я не потерплю такого отношения ко мне, что я ничего никому не сказала и не сделала. Начальник тоже ничего не мог сказать. И, в общем, закончилось все тем, что она таки передо мной извинилась, но сделала это в очень грубой форме. И потом сказала, что у нее очень плохой день. И... А я тут при чем? Короче, за 9 с хвостиком лет я единожды столкнулась с таким отношением к себе, как к украинке. А в основном все нормально. Если поляки что-то там бухтят, то только в своем кругу и прямо в лицо никто никому не скажет. Но я еще о таком не слышала. Я так заболталась, что совсем забыла рассказывать о косметике. Но если вас вдруг что-то заинтересовало, то в инфобоксе есть вся информация. Теперь возьму вот такую новинку от Catrice. Я действительно ей упользуюсь каждый день. Это сияющий бронзер. Иногда я все смешиваю пушистой кисточкой, наношу просто в качестве теней. Но это слабо пигментированные тени. Потому что на самом деле это бронзер, который ложится не пятнами, который очень красиво подсвечивает кожу. Макияж выглядит так, как 3D. Знаете, нет никаких полосок. Если я сейчас накосячу, то будет не смешно. Вот эта кисть у меня от Заива. Иногда что-то сразу не оценишь, а потом влюбляешься. Нормальная себе кисть. Но я также оставлю вам еще раз ссылку на кисточки из Алиэкспресс. Очень многие из вас купили. И девчонки продолжают мне писать спасибо. Они классные, они вообще бюджетные. Конечно, они отличаются по качеству от Заива и от всех остальных. Но в качестве такого, знаете, бюджетного варианта для повседневного использования, для любительского использования. Даже для визажистов, если вам нужно очень много кистей, то почему бы и нет? Если вы только начинаете, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы заказывать что-то удачное на Алиэкспресс. Я никак не могу снять видео. Я уже столько всего там покупала, и почему-то все никак не доходят руки. Надо такое или не надо? Или достаточно обзоров у Алиэкспресс? Теперь вопрос. Всегда ли вы были так аккуратны? Это привычка или постоянная работа? Я не могу сказать, что в быту я тоже прям такая аккуратистка, или как это назвать. Ну, понимаете, о чем я, да? Но, в принципе, я не пытаюсь казаться кем-то, кем я не являюсь. То есть, крашусь я зачастую именно так, как вы видите. Иногда тороплюсь, и что-то там по-другому. Если сравнить меня с моим мужем-перфекционистом, то я, конечно, просто отдыхаю. Я укладываю брови гелем. У меня это прозрачный гель от Lancome. Теперь завиваю реснички. Это Шу Уэмура. Накрашу их тушью. Это Vivienne Sabo. И вернусь к вам. Я уже здесь буду продолжать краситься. И чуть не забыла вам сказать, что мне удалось отыскать код, который дает 15% скидки на весь уход SkinCeuticals на официальном сайте именно для России. Если вы давно хотели что-то попробовать, или вы являетесь поклонником этого бренда, и хотите немножко сэкономить, а точнее, немножко, потому что я еще ни разу не видела никаких скидок, то я оставлю для вас информацию. Вот. Я сама хотела бы купить такое средство с SPF под глазами. Я сфотографировала его в аэропорту, и потом уже не было времени на обратном пути, к сожалению. Короче, буду краситься. Сейчас зачитаю вопрос. Это у меня такая идеальная. Вот это вот действительно, я понимаю, что у всех они уже есть, но это недорогая базовая палетка от Max Factor. Она настолько шелковистая. Здесь такие правильные оттенки. Я ее купила на скидках. Мне ее посоветовала моя подружка. И также несколько моих зрительниц писали мне, что, Оля, обрати внимание, она действительно очень хорошая. И название 01 Capucino Nudes. Очень, очень, очень. Только здесь вот нет черного цвета. Это единственный минус. Но для меня вот этого темного достаточно. Она нейтральная, не рыжая, не серая. Прекрасно тушуется. И вопрос. Скажите, в каком направлении вы в будущем хотите развиваться? Скажу так. Мне все еще очень, очень интересен YouTube. Я не чувствую какого-то перенасыщения. Наверное, потому что у меня на канале есть несколько тематик. И нет чего-то такого, что у меня только влоговый формат. Или только о косметике. Или только о готовке. Пока что у меня, допустим, нет настроения снимать одни такие кулинарные влоги. Поэтому я немножко расслабилась и что-то там показываю во влогах. Но, конечно же, я когда-то к этому вернусь. А вот что касается косметики там и влогов, мне до сих пор в кайф. И пока мне это доставляет искреннее удовольствие. И когда то, что ты делаешь, еще и приносит доход, то о чем еще можно мечтать? Я сейчас бессовестно вру. Я все-таки мечтаю еще о чем-то. И это что-то, это собственный бренд. Пока что у меня не хватает времени на то, чтобы заняться этим вплотную. Но такие планы есть. Причем я четко вижу концепт того, что бы было под моим брендом. И, конечно же, это не была бы косметика. За косметику я не берусь. Это очень сложно. В коллаборации с каким-то брендом. Но я очень боюсь как бы подорвать свою репутацию. Это раз. Когда я сама не отвечаю за процесс создания чего-либо, я не могу гарантировать. Но если вдруг появится какой-то бренд, качество которого мне нравится, и который позволит мне реализовать какие-то мои идеи, а не просто... Знаете, бывает так, что есть какое-то средство, и тебе предлагают поставить свое имя на нем. Ну, вот так я не согласна. Мечтаю, чтобы у меня была своя линейка каких-то интересных, классных вещей для дома. Текстиль, постельное белье, что-то из декора. Вот такие вещи. Мне кажется, что у меня получилось бы. И я очень надеюсь, что в следующем году я займусь тем вопросом. И, конечно же, вещи. Мне нравится одежда, мне нравится примерять всякое разное. И хотелось бы делать или базовые вещи хорошего качества, или наоборот, какие-то недорогие, но модные вещи в каком-то сезоне. Пока что у нашей семьи есть некоторые другие финансовые приоритеты, но как только мы справимся с одним заданием, я верю в то, что все-таки я реализую свою мечту. И пока что я только записываю свои какие-то идеи, то, что мне нравится, и то, что мне хотелось бы воплотить в реальность. Вот эти тени классно наносятся даже спонжем. Я вам серьезно говорю, они очень хорошие. Коробочку красоты Байося я бы тоже очень хотела. Есть несколько идей. И, конечно же, меня очень привлекает дизайн интерьера. Не исключено, что я когда-то закончу какие-то дополнительные курсы. На второе, выше я бы не пошла. Ой, точнее, третье уже получается. Мне достаточно было бы каких-то курсов, и я уверена, что это у меня тоже получилось бы. Но на данный момент еще один вид деятельности я просто не потяну одна. А если вы меня спросите, почему я не хочу работать с мужем, потому что по натуре мы оба лидеры. Добавлю немножко живости лицо, а то мы сегодня мало спали. Это румяна Буржуа. Обожаю. Уголок глаза. И при таком дневном смоуки-айз мне нравится воспользоваться какой-то нюдовой помадой. Это может быть та же Лореаль, которую я недавно показывала. До сих пор ее очень люблю. Или на фотографии, которая собрала много комментариев, спасибо за все ваши комплименты, на мне была вот эта помада. Оттенок называется Blankety. Но вот единственный момент, она очень кремовая, может немножко ломаться, поэтому вы с ней брутально не обходитесь. А то я ее испортила. На этом мой любимый осенний макияж готов. Если вам понравился такой формат, то не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Если вы за такие дружеские беседы, то обязательно дайте мне знать в комментариях. Все, на этом будем прощаться. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.